Грушу выбираем мелкую, я вот искала очень долго, еще мельче, вот совсем мелкие есть сорта. Вот из них получается очень красивое такое варенье, но эти тоже ничего. Выбираем крепкие плоды, с водой отжимаем половинку лимона. Вот так вот и кидаем его туда. Вот эту веточку мы не срезаем, вот только кончик. Если она длинная, то срезаем чуть-чуть длину, оставляем так, чтобы можно было бы вот так вот держаться после того, как приготовленное варенье, чтобы можно было держаться. Дальше мы счищаем кожицу очень тонко. И вот эту вот часть, все убираем тоже. Аккуратненько срезаем ее, чтобы не повредить грушу. И бросаем вот эту воду с лимоном, чтобы они не почернели, пока мы остальные будем чистить. Значит, вот длинная его веточка, чуть-чуть срезаем, оставляем вот столько, чтобы можно было ухватиться. И очищаем кожицу и вот эту часть. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... У меня очищенных груш 1,5 килограмма, значит, взвесила я вот этот остаток, здесь у меня 250 грамм получилась кожицы, значит, у меня осталось 1,250 килограмм. Значит, на 1,250 килограмм у меня килограмм сахара, можно один к одному сахар сделать, если груши совсем без сахара, но у них есть свойство засахариваться, поэтому здесь, конечно, лучше не переварить и не переборщить сахаром. Меньше сахара тоже нельзя слишком делать. Ну вот, на килограмм где-то 800-900 грамм сахара обычно добавлять, либо один к одному. Один стакан горячей воды, сейчас доводим этот сироп до кипения. Все, сахар растворился, он уже начинает закипать, я убираю. Сейчас покажу, что будем делать дальше. Сироп поставили рядом. Надо сделать несколько проколов вилкой по кругу, до косточек, чтобы сироп проникся туда. Чтобы у нас, если середина останется без сиропа, то она испортится. Обязательно надо до косточки, до середины протыкать. Дальше кидаем его в сироп. Эти проколы, я видела, что многие делают проколы, вот как очистили, сделали проколы и собрали воду с лимоном. Я считаю, что это неправильно, потому что после проколов эта вода вся впитывается в грушу и получается, что внутри очень много воды. Потом это все выходит уже в сироп и очень долго готовится. Поэтому проколы делаем уже, когда кладем в сироп. Вот так вот, до середины и обратно. Вот у меня такой кусочек лимона. Ну, где-то половинка лимона получается, просто крупный лимон. Вот так вот сюда брызгиваем. Потому что, еще раз говорю, у него есть свойство засахариваться. И плюс, еще сохранить нам надо цвет красивый. Если лимон в начале, если лимонная кислота, то в конце на кончике чайной ложки. Все, возвращаем ее на плиту. Закипает варенье быстро, потому что сироп был горячий. И вот как закипит, минут где-то 15 кипятим. Варится грушевое варенье в два этапа. И потом дам остыть где-то 5-6 часов. И уже второй этап приготовлю до конца и соберу в баночки. Вот так вот кипит у меня 15 минут. Вот убираю с плиты, даю полностью остыть, чтобы хорошенько груша пропиталась сиропом. Она уже отдала свой суп, но еще отдаст. Вот, хорошенько пропитается сиропом. Видите, они уже посветлели. Прошло у меня 5,5 часа. Иногда подходила, вот так вот переворачивала, чтобы с другой стороны груша тоже как бы была в сиропе со всех сторон. Иногда раз, 4, где-то 5 вот так вот подошла, просто переворачивала. Видите, они уменьшились в размере. Цвет такой стал более светлый. Вот если брать совсем мелкую грушу, она становится еще меньше. Такие маленькие-маленькие, красивые получаются. Ничего, но ведь тоже красивые. Просто мелкие совсем я не нашла. Так, сейчас вот я добавляю чуть-чуть ванильный сахар. Аромат ванилина у меня нет. Вот так вот, щепотку. Просто для аромата. Щепотку добавила, чтобы не перебить аромат груши. Мне нравится сочетание вот груши с ванилью. Ароматизатором нельзя перебарщивать. Например, вот щепотку ванилина, чтобы не перебить вот именно аромат груши. Насчет лимона. Многие, вот я лимонный сок выжала. Многие, что с белой черешней, что с этой, с грушей, они вот делают красивые ломтики лимона. И прям кидают туда ломтики. Получается, очень красиво смотрится, да, в вазочке, особенно с белой черешней. Но эти ломтики, кожура особенно, если остается в варенье, она дает потом горечь. И кушаешь, прям вот эта горечь очень сильно чувствуется во рту. Поэтому я так никогда не делаю. Я ела, мне не нравится так горечь после лимона. А так сок лимона самый идеальный вариант. Смотрим, как закипит. Скажу вам время приблизительно, сколько у меня заняло. Пену убираем. Варенье я готовлю всегда на максимальном огне. Но максимальный, может быть, у меня плита старая, я на максимальном готовлю. Может, у вас такой сильный этот самый огонь, что совсем такой прям сильно-сильный, тогда вот ставьте на среднюю или чуть меньше, чем самая высокая. Пену очень мало бывает, но она есть. И лучше ее брать, если вы ее видите. Таймер я уже включила, пока на 15 минут. Сейчас посмотрю, может быть, даже раньше, позже скажу вам. Зависит от того, как сироп дойдет до консистенции. Как сироп доходит, я вам уже показывала. И, конечно же, покажу еще раз. Вдруг вы не видели мои другие ролики. Вдруг вы новичок в этом деле. Поэтому мы всегда готовы помочь, кто первый раз готовит вообще варенье. Про опытных не говорю. Опытные уже знают, как проверять варенье. Тут, конечно, много способов есть. Аккуратненько, периодически переворачиваем, чтобы он со всех сторон был в сиропе. Вот такую грушу готовят еще, знаете, как десерт. Там, получается, значит, вываривается вот эта жидкость. И добавляется, ну, кладете в тарелку красиво, и рядом мороженое. Очень получается красиво и вкусно груша с мороженым. Проверяем готовность. Капаем на салфетку. Салфетка, если сухая, значит, она готова. Еще чуть-чуть, буквально вот чуть-чуть. Уже почти готова. Еще способ. На тарелку. Даем остыть чуть-чуть. Вот, видите, еще сходится линия. А должно не сходиться. Но она пока горячая. Может быть, остынет сейчас. Вот, еще сходится. Чуть-чуть еще. Бабушка моя проверяла, как капала на ноготь. Если капля держится, значит, готова. Я иногда проверяю так. Вот так вот макаете. Вот. Подождите. Вот. Видите? Падает тяжело. Почти готова. Сейчас уже стоп. Все, я выключила. Готовилось у меня где-то 12 минут. Зависит еще от сорта груши. Готовность больше-меньше. Все, убираюсь плиты. Плита горячая. Убираем пену. Смотрите, тут очень важно не передержать. Еще раз напоминаю, чтобы не засахарилась. Первый этап у меня готовилась в 15 минут. Второй этап где-то 12-13, даже полных 15 не было. Раскладываем баночку. О, посмотрите. Некоторые добавляют краситель. Если вы видите желтый, слишком такой красивый цвет у груш, знайте, что там есть краситель. Надо оставить место для жидкости, чтобы они чуть-чуть плавали в жидкости. Вот так вот все. Дальше идет сироп. И закрываем крышку. Посмотрите, какая красота. Можно вот так вот брать за эту веточку и кушать. Очень красиво и вкусно. Знаете, вот то, что я добавила щепотку совсем ванилина, вроде он есть, какой-то приятный такой аромат, и вроде его не чувствуется вообще. То есть сочетание с грушей. Груши больше здесь, конечно, потому что я ванилина щепотку добавила. Еще раз напоминаю, что не переборщите с ароматизаторами, там может все перебить. Вот именно совсем такой легкий-легкий аромат. А теперь расскажу и покажу, как я приготовила компот грушевый. А пока, если вы не подписаны, подписывайтесь, поддержите мой канал. Я заметила, 80% зрителей смотрят без подписки. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно. Вот оставшаяся кожица. Добавила воды и сахара. Я приготовила компот. Здесь у меня оставшиеся груши, где-то полкилограмма, чуть больше даже, где-то 600 грамм. Нарезала, сделаю компот. Вы видели, как я делаю черешневый компот или кизиловый компот. Я сначала отвариваю сироп, то есть растворяю сахар в воде, потом добавлю. А тут решила, как раз вот, будет еще насыщеннее вкус с этой кожицей. Сейчас пропущу через сито. И вот этот сироп добавлю в банку и простерилизую. Вот процедила. Посмотрите, уже какой насыщенный цвет получился. За счет того, что здесь вот не просто воду растворила в сахаре, а еще использовала кожицы. И аромат сразу пошел такой насыщенный, грушевый. Сейчас чуть-чуть добавлю воды. Сюда налила я 3 литра воды для этой кожицы. Немножко уварилась. Это на где-то 500 с лишним грамм груши. Теперь ставлю стерилизоваться. Все, долила воды немножко. Закрою крышку. И вот так вот, пока, когда вода закипит в кастрюле, где-то полчаса. И будет очень вкусный грушевый компот. В общем, ничего у нас не пропадает. Потом, как только полчаса пройдет после закипания, закатаю и все. И в кладовку. Вот столько у меня получилось из... Где-то 2 килограмма 100-200 груши было. Сварила компот. Видите, какой насыщенный цвет. За счет того, что я вот кожицы вот эти вот все отварила сначала в сиропе. Потом залила вот эти груши. Получился очень вкусный компот. Аромат был по всей квартире грушевый. Вот. А вот столько у меня варенья получилось. Ну, а у меня все. Всем пока-пока.